Гость сегодняшнего диалога Марат Сагалов, эксперт в сфере IT, директор департамента управления проектами в IT-компании. Работает над продвижением интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности. В планах покорить мировой рынок. Сегодня система СЕРГЕК внедрена в некоторых городах нашей страны. Сегодня мы видим, что данная система в действии. Что можно сказать за этот период времени ее работы? Насколько снизилась преступность? Насколько она повлияла на раскрываемость преступлений? По Казахстану внедрено 8 проектов в 8 городах. Это 33 тысячи камер установленных. Из них, повторюсь, большая часть это камеры общественной безопасности, которые позволяют сотрудникам полиции увидеть и предотвратить правонарушения. Как пример можно будет рассмотреть один из городов в городе Усть-Каменогорск. За период реализации в этом году только было выявлено 8 тысяч административных правонарушений и 128 уголовных дел было раскрыто. Это все благодаря внедрению данной системы. Что касается уголовных правонарушений, то там были вплоть до того, что убийства, раскрытие деятельности подпольных нарколабораторий. Это не просто словить человека, который намусорил в неположном месте. Это серьезные правонарушения, которые совершаются в нашем обществе. Если более частные случаи рассмотреть, то есть такие резонансные события. Усть-Каменогорцы о них знают. Это наша система позволила найти потерявшуюся девочку. Принцип нашей системы, вот именно общественной безопасности, позволяет либо предотвратить какое-то правонарушение, то есть которое вот-вот должно или может случиться. Помимо проактивной деятельности, то есть то, что нельзя было предотвратить, можно впоследствии раскрыть и восстановить. Второе направление, это предотвращение и снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Это вот дорожная безопасность, так сказать. В рамках дорожной безопасности тоже наблюдается эффект Сергея, который можно было бы охарактеризовать тем, что, как я сказал, снижение смертности. Здесь вот можно провести некую цепочку событий. Первое, это фиксация правонарушения. Второе, это повышение дисциплины водителей, то есть которые не хотят уже платить, скажем так, штрафы. Третья часть, это снижение дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Так, к примеру, если взять аналогичный период до внедрения Сергея и после внедрения Сергея, в течение 10 месяцев, как пример, то в городе Астаны было зарегистрировано до внедрения 123 смертей в результате ДТП, а после внедрения это снизилось цифрой до 58, то есть это более чем в два раза. В городе Алматы порядка 40% снижения смертности. В остальных городах наблюдается в целом где-то 50% снижение смертности на дорогах. То есть эффект имеется, и эффект налицо. А насколько данная система может ошибаться в процентном соотношении за это время? И есть ли вообще какие-либо ошибки? Как и любая система, она может давать сбой, да, но у нас как бы есть штат людей, который всегда следит за работоспособностью и максимально пытается предотвратить любые сбои вообще. Также хотелось бы отметить, что существует человеческий фактор, то есть когда все равно в конечном итоге принятие решения о каком-то правонарушении остается за человеком. Поясню. Иногда бывает такое, что госномер просто не видно. Ну, то есть его даже визуально, вот если подойти к машине, его не видно. То есть там он либо залеплен грязью, либо там вот сейчас вот снег там, и система, она может распознать в каких-то вещах, точнее не сможет распознать номер. И вот человек уже, когда увидит такое правонарушение, где там непонятный какой-то номер или еще что-то, он может уже принять окончательное решение. Касательно апгрейда, насколько часто необходима замена оборудования, или все-таки это прошивка системы в большей степени? У нас есть искусственный интеллект, который позволяет самообучаться. И прям постоянного вмешательства человека именно для определения тех или иных, скажем так, паттернов автомобиля. То есть паттерны это какие-то части. То есть если происходит какое-то изменение, допустим, добавляется какая-то буква или меняется маска номера, то есть такое тоже бывает, то наша система, она со временем сама обучается. То есть она видит, что те или иные там буковки неправильно как бы распознавались, и она постепенно, со временем, как маленький ребенок, она начинает понимать алфавит, будем так говорить, и распознавать с каждым днем более точно и в более непонятных ракурсах, будем так говорить, автомобиль. То есть когда она выезжает, одна машина из-за другой. Интерфейс расширяется, то есть иными словами, да? Здесь я не про интерфейс больше, а здесь больше про алгоритмы. То есть алгоритмы самообучаются, это да. Что касается интерфейсов, как я сказал, у нас есть платформа, и в нем добавляется модуль. Еще один продукт, над которым сейчас трудятся наши ребята, это система общественной безопасности. Он позволяет принимать потоки от видеокамер и в последующем работать с ними, первое, либо с архивами, либо в режиме реального времени какую-то аналитику показывать. Сейчас этот продукт уже внедрен в городах Тарас, Семей, Туркестан, который мы сейчас планируем уже, мы сейчас проходим последние проверки со стороны госорганов, и после этого уже планируем сдавать эти системы и уже запускать промышленную эксплуатацию, мы так называем. Это помощь в аналитике. То есть, когда наша система, наши ребята сейчас пытаются научить систему, скажем так, искать людей, допустим, по определенным признакам. То есть, допустим, девочка в красном пальто, ну, как пример, или там, не знаю. То есть, задается некая задача, и система принимает решение? Она помогает найти. То есть, ну, вы представляете, что там с 33 тысяч камер, допустим, когда идет запись, просмотреть их физически нереально. Конечно. Поэтому для того, чтобы это облегчить труд оператора, то есть, который сидит и смотрит, можно будет при помощи таких запросов уже искать в визуальном потоке данных информацию. Здорово. Касательно команды, которая трудится над постоянной прошивкой, обновлениями и апгрейдом, насколько вы чувствуете нехватку кадров в IT-сфере? У нас есть достаточно много сильных специалистов, потому что наш продукт, ну, даже смотря на наш продукт, то есть, мы считаем, что мы востребованы не только у нас, ну, то есть, и за пределами Казахстана. И таких продуктов в Казахстане на самом деле много. Специалисты какие-то уезжают, какие-то все равно работают на компании мирового уровня, то есть, и они пользуются спросом, то есть, наши специалисты. А те специалисты, которые приезжают, также у них есть как сильные специалисты, так и слабые. Что касается, ну, не знаю, может быть, боязни некоторых людей о том, что вот мы сейчас останемся без работы, я здесь хотел бы, ну, не знаю, свое мнение сказать. То есть, если люди приезжают, и вы считаете, что вы там слабее их, это, наоборот, повод для того, чтобы учиться. Не для того, чтобы завидовать, а для того, чтобы учиться на их опыте. Опять же, этот опыт позволяет быстрее нам учиться. Поэтому здесь нужно начинать себя, учиться, быть конкурентным. А для того, чтобы быть конкурентным, нужно постоянно самосовершенствоваться. Здорово. И финальный вопрос нашей встречи. Жанна Казахстана, вот лично для вас, как для профессионала, как для гражданина нашей страны. Каким вы его видите, каким бы вы хотели его видеть? Ну, новое время, да, началось уже для нас, для казахстанцев. И в целом мы здесь живем, наши вот новые поколения, они приходят, они становятся сильнее, мудрее. Я думаю, то, что сейчас в целом правительство ориентировано на открытость, на диалог с обществом. И цифровые технологии, в том числе наши технологии, она позволяет осуществить этот транзит, скажем так, информации от людей в сторону государства, и наоборот, от государства в сторону людей. То есть цифровые решения в сфере безопасности, они позволяют где-то и выявлять правонарушения, и государственным служащим все равно видеть, что происходит вообще в Казахстане. То есть когда мы говорим, опять же, про снижение смертности, то здесь мы понимаем, что не только видеофиксация поможет, здесь и перестройка дорог. И у нас, ну, там еще если вернуться про цифровые решения, то есть у нас есть интеллектуальная транспортная система. То есть вот наши решения цифровые, они позволяют помочь городу жить уже в современном мире, принимать более оперативное решение, более прозрачно, исключить человеческий фактор, факты, не знаю, какой-то коррупции, либо неправильных или предвзятых отношений в отношении кого-то. Ну, то есть, цифровые решения, они помогают это и государству, и людям, которые живут здесь. Здорово. Я благодарю, что наше утро началось именно с этой беседы. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я по традиции желаю вам успеха в вашем непростом, но очень важном деле и хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Парат. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.